В Малаховке идёт ремонт поликлинического отделения номер 11. Владимир Ружицкий оценил проведённые работы и наметил новые задачи. На проверки побывала наша съёмочная группа. Поликлиника номер 11 в Малаховке не обновлялась с момента её строительства, с 1984 года. Сегодня она приобретает новый вид. В конце июля начались ремонтные работы на втором, третьем и четвёртом этажах. Времени мало. Здесь надо дать должное. Мы на аукцион в том числе предложили нашу управляющую компанию ЛГЖТ, где есть квалифицированные люди, специалисты, в целом организация работы. Эти работы ведутся полным ходом, всё достаточно на хорошем рационном уровне. Люди полностью обеспечены материалами. Большая часть работы уже завершена. За несколько дней демонтировали старые покрытия, заменили инженерные системы и электропроводку. Начали отделку стены потолков. Финансирование ведётся из областного бюджета в рамках программы «Гнилые зубы». Название может быть неблагозвучное, но точное по сути. То есть это точечное финансирование на наиболее проблемные объекты здравоохранения Московской области. На поликлинику было выделено 40 миллионов рублей. И сейчас ещё в процессе решения вопроса о дополнительном финансировании в объёме 12 миллионов 800 тысяч рублей. В поликлинике давно не работал лифт, и пациентам приходилось подниматься пешком. Сейчас уже установлена новая лифтовая кабина. Осталось выполнить пусконаладочные работы. В отделении трудится больше 70 врачей. Новое помещение станет комфортнее для медиков и посетителей. Врачи ждут, конечно, потому что некоторые работают с открытием поликлиники. Конечно, этот ремонт даст не просто, как говорится, хорошее медицинское обеспечение, но в то же время эстетическое. Я очень довольна, что будет новый ремонт, потому что так вообще-то в поликлинике чистота поддерживалась. Всё время там убирали, видно всё, и мусора нет. А если будет ремонт, то это большое спасибо. Отделка этажей завершится в конце августа. В планах осенью приступить к ремонту входной группой и первого этажа. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.